Сегодня пойдет речь о кухонных весах. Предмет, казалось бы, простой и что там выбирать, но поверьте, вопросов хватает. Начну с того, что существует два типа весов – электронные и механические. Но речь пойдет именно об электронных весах, ведь механика – это уже прошлый век, да и точность со временем подводит. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе – это функционал. Поэтому перед покупкой определите для себя, насколько широким он должен быть. В современных весах можно встретить много функций. Одна из них – тарирование. Она нужна в случае взвешивания продуктов в какой-то посудине. Ставите ее на весы, нажимаете клавишу и автоматически получаете нулевое значение на экране. Очень важной функцией станет автоматическое выключение. Согласитесь, готовка – такое дело, в котором не всегда полно времени, а после взвешивания продукта можно забыть выключить весы. Еще одна полезная фишка – индикатор заряда батареек. Ну, тут думаю все понятно – фича действительно нужная. Так, о функционале поговорили, давайте перейдем к внешним параметрам. Как вы понимаете, выбор кухонных весов невероятно велик. Прямоугольные, квадратные, круглые и еще куча всяких, но тут решайте сами. Как говорится, на вкус и цвет. Явным отличием между всеми вариантами станет наличие чаши или ее отсутствие. Если вы, к примеру, часто занимаетесь выпечкой, постоянно взвешиваете муку или жидкости, то, конечно, лучше остановить свой выбор на весах со встроенной чашей. Не стоит исключать при выборе конструкцию и качество сборки. При этом хочу обратить внимание на то, что между пластиковым и стеклянным корпусом разницы не будет. Дело исключительно в вашем вкусе. Самый важный вопрос про резинена конструкция или нет. Если резиновой прокладки не будет, туда будут попадать частицы продуктов, а они в дальнейшем повлияют на точность взвешивания или вовсе выведут прибор из строя. Следующее, на что необходимо обратить внимание, максимальный вес и погрешность. И если с погрешностью выбор очевиден, чем меньше, тем лучше. То насчет максимальной нагрузки задумайтесь, варьируется она от двух килограмм до пяти. Но тут тоже все зависит от потребностей. Кому-то нужно взвесить сыпучих для торта, а кому-то связку картофеля. Кстати, если вы любите черпать рецепты у зарубежных авторов, то обратите внимание на опцию единицы измерения. При ее наличии вы сможете менять их между граммами, унцией и фунтами. Это и есть все пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе весов. Напишите в комментариях, используете ли вы кухонные весы. Лично я – да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, а также смотрите топ-5 кулинарных приложений для смартфона и ролик, где мы разбираемся в брендах стиральных машин. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!